Привет всем! Сегодня я расскажу о растении, которое называется пушкиния. Этот первоцвет один из первых просыпается после зимней спячки, радует трогательным цветением на фоне еще оголенной земли. Он представляет собой луковичный синий цветущий многолетник с нежными белоголубыми бутончиками. Встретить пушкинию можно на территории Ирана, Ливана, а также в Турции и на Кавказе. В зависимости от вида пушкиния, рассветка лепестков может меняться от снежно-белого к светло-голубому оттенку. Одно неизменно – все лепестки непременно украшает синяя продольная полоска. Растение издает не очень приятный запах, а вот внешний цветок очень красив и привлекательный. Пушкинию широко применяют в ландшафтном дизайне. Растение хорошо смотрится на каменистых и гравийных садах, между листопадными кустарниками или под деревьями. Пушкиния отлично смотрится большими группами на газоне. Их можно сажать на клумбы с другими растениями ранней весны, такими как крокусами, подснежниками, примулами и тюльпанами. Также нарциссами и ирисами. Красиво смотрится в виде бордюров вдоль дорожек, клумбы, рабаток. Пушкиния неприхотливое растение, хорошо себя зарекомендовала в наших садах и растет в солнечных местах, прекрасно переносит наши зимы. Одно но быстро отцветает. Внешне Пушкиния напоминает гиацинт. Именно поэтому в народе ее прозвали карликовым гиацинтом. Своё официальное название растение получила в честь графа Мусина Пушкина, русского государственного деятеля, историка, занимающегося научным исследованием. По одной из таких экспедиций был открыт этот цветок. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. С уважением, Марина. Продолжение следует...